продолжаем занятия и так прозвучал вопрос слушателя как будет решаться программное положение на полном обеспечении трудящихся сразу могу сказать что пропагандистская работа замечательно она имеет свою специфику несколько все-таки отличающийся от таких учебных занятий это связано с тем что надо выйти в определенный коллектив определенной обстановки люди всегда разные вот мы поговорим о некоторых основах которые могут оказать помощь может для пояснения для разъяснения ситуации и так значит цель социалистического производства вот она не сводится к тому чтобы здесь написано полное обеспечение трудящихся еще раз значит как звучит цель социалистического производства обеспечение полного благосостояния и всестороннее развития всех членов общества но замечательная цель начать нам давайте так вот попытаемся более менее популярно разобрать сразу видно на две части можно разделить обеспечение полного благосостояния чем идет речь здесь совсем по простому то есть все должно быть на корме притом не так чтобы одну картошку и хлеб или разностороннее питание что все потреблял необходимое количество калорий белков углеводов жиров микроэлементов витаминов прочее 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 что был одет по моде хорошую одежду обуд чтобы не было жилье не койко общежитие благоустроенное жилье если семья причем сказать эти потребности развиваются сейчас вот мы рассчитываем стоимость рабочей силы мы берем за основу для 7 из пяти человек трехкомнатную квартиру вообще по моему это уже и жило себя надо больше должен быть транспорт соответственно должны быть дороги и прочее 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 обеспечение полного благосостояния а что такое всестороннее развитие всех членов общества во-первых лечь речь идет о всех членах общества не каких-то избранных всестороннем развитии чтобы человек не был привязан каком-то одному роду деятельность вот если ты работаешь шахтером начну всю жизнь добываю галюк а если ты комбайнер начать всю жизнь вот все и собирать знаете да художник вот тогда повезло тебе или музыкант или поэт или еще кто-то еще лучше управленец то есть вот иначе можно сформулировать всестороннее развитие всех членов общества это по-другому это уничтожение классовых различий каких классовых различий вы узнаете классическое определение данные лениным в работе великий почин классообразующие признаки при социализме на первой фанте коммунизма но в переходный период решается вопрос об уничтожении различий по отношению к средствам производства эксплуатации классов уже нет класса капиталистов но остаются классовые различия это какие первое различие между делением на управляемых управляющих тот управляет дает команды стране подчиняется исполняет различие между городом и деревней и различие между людьми до умственно физического труда вот основные то есть речь идет о том нет конечно это это классовое различие но это не класс уже ведь коммунизм это бесклассовое общество бесклассовое социализм это первая фаза коммунизма и можно сказать коммунизм первой фазе соответственно это бесклассовое общество но классовое различие еще остаются вот такая диалектика. Вот у Ленина гениальный человек, вот он дал такую гениальную мысль, высказал, социализм есть уничтожение классов и такое движение. Либо социализм перейдет в полный коммунизм и классы будут уничтожены, классы различные, либо обратная тенденция, либо опять появятся все эти классы, как сейчас мы имеем. Вообще деление классов. Класс капиталистов, класс наемных рабочих. То есть вот такие цели. Да, я заканчиваю. О чем идет речь? О том, что человек не был привязан за одной какой-то функцией. Вот я вам приводил на прошлом занятии статистику профессора Золотова, что в принципе вот тот объем потребительских влаг, продуктов, предметов потребления, продуктов питания может выполняться, если все будут работать по очереди, за полтора-два часа. Что это означает? Ну, означает любой из вас может вот полтора-два часа постоял за станком, остальное время, пожалуйста, можешь участвовать в государственном управлении, заниматься творчеством, спортом, музыкой, чем угодно, книжки читать, картины писать и так далее. Вот эта формулировка цели социалистического производства была включена во вторую программу РКПБ в 1919 году. Но, как вы знаете, большевики – это железная партия, железная дисциплина. Если написали программу, то что надо делать? Выполнять. Они выполняли. Выполняли до тех пор, пока в 1961 году взявшие уже вверх, ну, скажем так, ревизионисты во главе с Лущёвым, они изменили цель социалистического производства. И в третьей программе партии уже другая формулировка была. А именно какая? Удовлетворение всего более растущих. Да, максимально, совершенно верно, вот вы помните, максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных потребностей советских граждан. Ну, во-первых, уже нет полного благосостояния, уже как бы на шаг назад партия ставит задача, отступить. Максимально удовлетворять. Ну, как мы можем, так удовлетворяем. А не можем? Ну, значит, не можем. А задача ликвидации классовых различий из цели уже исчезла. Она там осталась в программе партии. Вот надо полистать много страниц и там найти. Но это тоже признак, признак того, что цель социалистического производства, это основное, да, такой системообразующий, конститурующий элемент, она вот была так обескровлена, кастрирована, прямо скажем. Вот это первое. Хорошая цель, замечательная цель, за которую люди, как говорится, шли и на смерть, и в бой. Вопрос, а каким образом все это достичь? Ну, понятно, что первое обеспечение полного благосостояния. Всех их продуктов питания, предметов потребления. Должна быть экономика, которая способна это обеспечить. Советская экономика. То есть что надо, если, скажем, не хватает чего-то? Строить заводы, первое, да? Нет, я пока так в общей чертах. Строить заводы и производить те продукты, которых не хватает. Но здесь есть предел, как известно. Бесконечно же нельзя строить заводы. Рабочая сила нужна. Вот при капитализме есть безработица, постоянный, это вот необходимый элемент капиталистической экономики. Вот из этих выжал все соки, выкинул пинком под зад за ворота, вот набрал новых. У нас безработица была ликвидирована где-то в конце 20-х годов, если не ошибаюсь. Правильно? Значит, тогда получается, какой путь? Путь единственный. Повышать производительность труда. Совершенно верно. Рост производительности труда что означает? Да проще. Меньшими затратами труда производить больше продуктов пока, товаров. Производительность труда на всех формациях существует, не только при капитализме. А вот ликвидация вот этих классовых различий. Каким образом это достигается? Ну понятно, для того, чтобы всесторонне развитая личность была, мы должны иметь дома культуры, дворцы спорта, музыкальные школы и т.д. и т.п. Правильно? То есть это мы возвращаемся к пермам, их надо строить. А дальше? Чтобы человек имел возможность творчески развиваться, участвовать в управлении государственном. Что должно быть? Свободное время. А свободное время как получить? За счет сокращения рабочего, другого пути нет. А рабочее время каким образом можем сократить? Путь нет. То есть получается, что рост производительности труда – это вот тот оселок, то основное, за счет чего и может только развиваться. Социалистическая экономика и вообще социалистическое общество. Значит, рост производительности труда. Ну понятно, если участвовать в управлении. Вот если восьмичасовой рабочий день, возьмем город Ленинград, еще час добавляй наезды туда и час обратно. Десять часов. Если с восьми утра до пяти работа, до четырех, да? Если с восьми до... С обедом, с обедом. До пяти. Сейчас надо... До скольки у нас работают государственные учреждения? До шести. До шести в лучшем случае. Вот как вот здесь вот трудящимся пойти управлять государством? Помогать там, шествовать над госаппаратом, контролировать? Да никак. Поэтому получается, что сокращение рабочего дня – это вот тот путь, единственный вообще путь, который позволит решить эти программные целеустановки. А так мы опираемся в рост производительности труда. Скажите, а не швейси в 20-х годах было же такое, когда рабочие ходили управлять? Были. Значит, 20-е годы. Ну, немножечко я, скажем, сделал отступление, чтобы эту логику не разрушить. Период, когда вот эти программные установки, они реализовывались. Соответственно, экономическое развитие, политическое, оно соответствовало этому. И сама жизнь рождала вот эти формы. Вот стояла задача, да, ликвидировать деление на управляемых управляющих. Может сразу сходу, вот, так сказать, человек, но он может с чего-то начать. Можно, правильно? Конечно, может. Учиться управлению и управлять непосредственно. Значит, какие формы рождались? Вот смотрите, первое, шество заводов, рабочий контроль, самая простая. Я по названию вам скажу. Шество заводов над госаппаратом. Так? Выдвиженчество, когда заводов, предприятия, организации, вот лучшие силы выдвигались управлять. Совместительство работы на заводе и госаппарате. Ну, давайте оценим здесь с точки зрения развитости. Ну, что такое рабочий контроль? Ну, вот, отработал на заводе 8 часов, пришел, что-то посмотрел. Вообще, пришел, госучреждение закрыто уже. Развернулся, пошел обратно. Конечно, это хорошая, это начальная, так сказать, форма контроля над госаппаратом, ликвидация этих различий. Выдвиженчество, это более высокое, когда лучшие силы выдвигаются заводов, выдвигается в государственный аппарат. Ну, выдвинули. Значит, что? С одной стороны, потерял связь с народным заводом, с другой стороны. Когда там сидишь постоянно, возникает нехорошее явление. Бюрократизм, карьеризм, ведомство, сместничество и прочее, прочее, прочее. А вот, скажем, совместительство работы на заводе и в госаппарате, вот, это уже более высокая форма. Вот, предполагается. Поработал, сколько-то часов на заводе. Вот программа партия, о которой я говорю, вторая программа партия, она предполагала переход на шестичасовой рабочий день с обязательным участием, два часа работы в государственном аппарате и к обучению военному искусству. Вот если шесть часов работает, то два часа можно уделить работе? Можно. А если четыре часа, то еще больше получается. Время остается и на развитии, и на участие в государственном управлении. Да. В Китае, с экономической точки зрения, переходный период, переходная экономика от капитализма к социализму. То есть там социализм еще не построен. Не построен. То есть они еще в начальной стадии. Вот это второе. Третье. Вот на чем, может быть, основана наша уверенность в том, что эти задачи будут реализованы. И экономика обеспечит, советско-социалистическая экономика сможет обеспечить решение этих задач. Ну, первое, теоретическое. Коммунизм — это более высокая общественно-экономическая формация по отношению к капитализму. Ну, вспомните, феодализм победил рабовладение, пришел ему на смену, обеспечил более высокий уровень производительности, трудоорганизации, производства, уровень жизни и так далее. Капитализм пришел на смену феодализму. Это более высокая формация. Коммунизм — более высокая формация по отношению к капитализму. Но, с другой стороны, это автоматически произойдет или нет? Ну, конечно, нет. Вот кто думал, что автоматически, вот 25 октября 1917 года, по старому стилю, 7 ноября, по новому, свершилась социалистическая революция, что 8 ноября все вопросы были решены. Обеспечено полное благосостояние, всестороннее развитие? Ну, конечно, нет. Конечно, там практически нет. То есть, вся вот наша экономика, советская социалистическая экономика, она, если будучи, она, так сказать, будет соответствовать сущности, вот непосредственно общественной сущности социалистического производства, и все конкретные инструменты, методы управления, то вся система экономических методов будет соответствовать и отражать, и выражать, и обеспечивать реализацию вот этой цели. То есть, эти задачи будут достижимы. Вот каким образом простой трудящийся может почувствовать, что вот эти задачи решаются? Давайте повернем сейчас наше рассуждение. Первое. Если идет постоянно систематический рост производства и, соответственно, потребления продуктов питания, промышленных, потребительских травм и так далее. Второе. Снижаются розничные цены в магазинах систематически. Это показатель того, что благосостояние растет? Показатель. Третье. Сокращается рабочий день. Соответственно, увеличивается свободное время. Четвертое. Растет доля и удельный вес общественных фондов потребления. Кто-то вот помнит, что это такое застал? В советское время. Про союзные путевки? Ну, это только, это часть, это не то. Давайте еще вот такой возьмем ракурс. Ну, услышали, что при коммунизме, наверное, где-то читали, коммунизм предполагает распределение по потребностям. Так? Потребность. Совершенно верно. Социализм – это коммунизм? Да. Коммунизм – в первой фазе. Поэтому распределение по потребностям, как конституирующий признак, он присущ социализму? Присущ. Присущ, конечно. И с первых дней социализма, советское государство, государственная диктатура и пролетариата, вот начал развивать вот эти общественные фонды потребления. Вот был придуман такой вот механизм, распределение общественных благ по потребностям. Ну, это не значит в таком, знаете, карикатурном духе, вот сколько вот, знаете, польется полным потоком, бери сколько хочешь. Конечно. Ну, хорошее пределение. Распределение – распределение квартир. Как распределяли? Вот я еще говорил на прошлом занятии, вот в благодарность вспоминаю, советскую власть, что получил бесплатно квартиру. Если один человек семье, однокомнатную давали. А вот троим муж, жена и ребенок у меня дали двухкомнатную. Мы немножко не успели. Если бы через полгодика у нас был второй, дали бы трехкомнатную и так далее. Много, да. Можно, пожалуйста, тогда еще произошло разделение и требуют начали перепадывать на предприятия фондового общественного потребления. Ну, это детали, понимаете. В целом по стране берем. То есть существовало вот такие общественные фонды потребления. Да. Конечно. Конечно. Значит, я делал расчет. По статистике, получается, что уже даже в середине 80-х годов, хотя уже был период не только застой, был период разрушения социализма, но настолько был крепкий строй, что он 30 лет еще продержался, да. Вот эти общественные фонды потребления, они продолжали сохраняться, немного поддерживаться. Так вот, доля, вот эти благ, которые получала семья из пяти человек, муж, жена и трое детей, из общественных фондов потребления составляла половину их дохода. Вот сейчас любимое занятие в буржуазной статистике сравнивать доходы сейчас и иногда. Берут, я не знаю, сознательно, бессознательно берут только денежные доходы. Вот сейчас такая зарплата, там 38 тысяч средняя, тогда было там 180 рублей в 85-м году. Забывай, что половина. Вот мы делали расчет стоимости рабочей силы. Затраты на приобретение жильяк сколько составляют? Треть. Треть. Вот последние цифры, значит, последние годы, ну еще формально будем считать, так сказать, СССР, это вот 89-й год, 90-й, тогда каждый год сдавалось 1 миллион 200 тысяч новых квартир, которые большая часть шла вот очередником. Ну я прекрасно это помню, вот пришел после окончания ВОЗа, после службы в армии на работу, встал в очередь и забыл. Ровно через 7 лет звонок. Пожалуйста, придите, получите, наблюдите через голубой каюточки. Вот не забывается это. А сейчас как? Значит, миллион 200 тысяч ежегодно. Сейчас в 10 раз меньше, можете посмотреть статистику, проверить. Причем это все совсем другое. Значит, давайте подытожим. Вот таким образом, значит, на слушатель приводит пример, уже, так сказать, пожилого человека, которому за 80-53 году не было питания. Ну давайте возьмете послевоенные годы. Можем сказать, да, еще, что может препятствовать и усложнить решение этой задачи? Ну прежде всего, стартовое положение. В каком положении находится страна? Ну даже сейчас мы отстаем от Соединенных Штатов Америки, ну в пять раз по уровню производителей труда. Тоже было и когда свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. То есть экономика Советская должна обеспечить такие темпы, которые позволят и догонять, и перегонять. Так вот я могу сообщить, что вот та экономика Советская, которая в целом соответствовала сущности социалистического непосредственно общественного производства, она обеспечивала такие темпы. И к концу 50-х, к началу 60-х годов мы по уровню производительности труда вышли на третье место в мире. Впереди нас были только Соединенные Штаты Америки и Франции. Потом все победоносно, в кавычках, все сдали. Второе, внешние факторы. Ну есть окружающие нас миры империалистические. Ну вот могут они мириться с тем, что здесь вот коммунистическая? Конечно нет. И будут строить всякие козни, большие, малые, начиная с санкций и кончая организацией в войн. Конечно, интервенция, гражданская война, во многом мы обязаны этим странам. А Великая Отечественная война, пожалуйста. Какое, кстати, колоссальное было ударное все. Но несмотря на все это, это те факторы, которые, ну и жизнь показала все это, перемалываться, переводиться, мы идем вперед. А вот третий фактор, это внутренний, он основной. Если внесут такие изменения в нашу экономику, о которых я говорил, да, здесь уже ничего не спасет. Здесь будет полностью разрушение социализма и возврат капитализма. Ну давайте вот, к примеру, возьмем вот с этих позиций, вот послевоенный год, пускай 53-й год. Значит, можем мы сказать, что с каждым годом все-таки росло производство продуктов питания, потребления. Ну достаточно. В годы войны была карточная система. Когда она была отменена? В 47-м году. Понятно, где? В 48-м, да? А, в 47-м денежная реформа была. В 48-м отменили? Да. Есть. А Великобритании отменили в 56-м. Дальше. Сокращение рабочего дня. Оно было на протяжении всей советской власти. Вот, программная задача. Вот я что-то не видел, чтобы в программах нынешних партий, находящихся у власти, стояло такое, чтобы сокращать рабочий день. Вот что-то не хотят. А вот большевики включили и со свойствами железной дисциплины проводили в жизнь сокращение рабочего дня. Вот кто был против, скажите, пожалуйста. В какой-то день? Нет, конечно. Значит, восьмичасовой рабочий день когда был введен? Это один из первых декретов советской власти. Законодательно при царизме сколько было? 11 с половиной часов. Всего, конечно. Всего 11. Потому что Прохоров спросил 16. 60 рабочей недели, 12. Декрет сказал, что он всем. Для молодых. Давайте. Сейчас я закончу здесь. По сокращению рабочего дня. Значит, начался в 20-е годы переход к 7-часовому рабочему дню. Конечно, угроза войны заставила вернуться и к 8-часовому рабочему дню, и к сверхурочному, и прочее, прочее. Но это все-таки вынуждены меры. После войны опять вернулись к 7-часовому рабочему дню. Рабочие 6-дневные, да. А вот дальше что произошло? Это уже после принятия ревизионистской программы КПСС, уже когда переход к товарной, так называемой, социалистическому товарному производству, значит, по-моему, в 67-м году перешли, перешли к 8-часовому, но субботы выходной. Маленький плюс и огромный минус. То есть, наша задача-то какая программная? Уменьшать рабочий день. Уменьшать рабочий день, чтобы была возможность и творческому развитию, и участию в государственном управлении, и прочее, прочее, прочее. А здесь, так сказать, поставили непреодолимую преграду. Как можно было решать задачу, одну задачу ликвидации различий между отделением управляемых управляющих, если 8-часовой рабочий день? Все закрыты. Нечем управлять, некому контролировать. Дальше. Снижение цен. Было? Было. Вот единственный период в нашей истории, вот с 47-го по 50-й год, когда было каждый год вот такой праздник. Это было снижение цен. Вот у нас сейчас наша, так сказать, капиталистическая Россия обратный праздник. Но они тоже хитрые. Они не отменили, так сказать, рост тарифов. Раньше как было? Всегда после Нового года. Вот народ отпраздновал Новый год, отоспался, похмелился, вышел на работу, что их встречало? Очередное постановление правительства о росте тарифов. Им кто-то подсказал, что это нехорошо, новогодний подарок. Поэтому они размазывают повышение тарифа теперь на весь год. С 1 июля там то-то, с 1 сентября то-то, и так далее. Хотя, конечно, мы должны понимать, что развитие было противоречиво, был и рост цен. Но тот период, о котором мы говорим, автор задавал, было снижение цен. Снижение цен в чью пользу? В пользу всех трудящихся. Я должен сказать, что снижение цен это основной метод повышения благосостояния. Не повышение заработной платы, а снижение, так сказать, розничных цен. Наконец, общественные фонды потребления. То есть, они развивались постоянно до, практически до середины 80-х годов. Тут что у нас бесплатно распределялось, помимо жилья? Медицина бесплатная, обучение бесплатное. Сейчас у нас, слава богу, в кавычках, перевалили за 50% платного обучения. И много-много чего можно добавить. Общественные фонды потребления. Технического творчества. Ну, я об этом не говорю. Это уже отдельные, сказать, примеры. Это уж тоже. Конечно, да. И как только, и как только, вот наша экономика была перевернута, как это, с ног на голову, были внесены, то есть, был упор сделан на товарность, на развитие товарности, что противоречит непосредственно общественному характеру социалистического производства. Люди, смотрите, какое единство. Чтобы достичь этих целей, вот только, это может быть, только за счет функционирования непосредственно общественного социалистического производства, поскольку оно построено на этих принципах и обеспечивает, и реализует. А как только перейдем на товарность, там все получается по-другому. Вот реформа 65-го года, чем она закончилась? Вот появился период, как он вошел в историю? Период застоя. Застоит, когда все упали темпы роста производства, упали темпы роста производительности труда. Рабочий день перестал сокращаться. Розничные цены куда полезли? Вверх. Причем так хитро. Вроде как нехорошо повышать розничные цены, они пошли другим путем. Вот булочка была полкилограмма за 25 копеек. Теперь за 25 копеек, но 400 грамм. А потом уже просто цены стали повышать. Ну вот, может быть, так вот, в таких вот общих чертах. Так, идемте дальше. Время немалимо бежит. Так, вопросы. Аркадьев Максим. Московская область, город Долгопрудный. Капитал должен постоянно расти. Вот тоже в тему, да? Ранее этот рост осуществлялся через захват новых рынков. Но сейчас земной шар полностью охвачен капиталами. Расти ему некуда. Да и сейчас идет виртуальный рост, обеспечивающийся войнами. Но как назло, же почти никто не хочет воевать. Дутые пузыри фондового рынка, и нефть, и доллар, тоже плохой вариант. Вопрос. Как капиталистам обеспечить постоянный рост капитала? Слушайте, ну вот меня совершенно не волнует, как капиталисты будут увеличиваться и прибыли. Вот вас волнует, меня нет. Но это не на одной причине, потому что это завтрашний день, когда мы с Ринзеном. И что это значит, что будет делать враг? Враг свое дело делает, вот он увеличит вот эту часть. То есть он будет дальше эксплуатировать, если он не эксплуатировать нас? Я отвечу, давайте я сейчас сделаю замечание по вопросу. Вот земной шар полностью охвачен капиталом. Вот это неправильное заявление. Неправильное, значит, у нас мир разделено две части. Есть мир социализма, где если по численности населения, это полтора миллиарда. По доле производства или волнового внутреннего продукта это порядка, ну, наверное, процентов 18, наверное, поменьше. Там Китай в основном дает. Поэтому это неправильное заявление. Так, раньше обеспечивалось войнами, но как назло уже почти никто не хочет воевать. Тут категорически не согласен. Вот как раз именно сейчас, вот когда был СССР, когда был известный, нет, нутро капитализма, а он сейчас перешел в стадию империализма, нутро империалистические страны, это постоянный, идет борьба за передел рынков, экономический, политический передел мира. Но вот был противовес СССР, который не позволял. Сейчас его нету. Поэтому уж прекрасно видим, что самая крупная, сказать, империалистическая страна Соединенных Штатов Америки, ну, полностью распоясывались. Везде войны, везде, на любой точке земного шара. Дутые пузыри фондового рынка. Плохой. Ну, вот совершенно правильно. Я полностью согласен с этим заявлением. Есть понятие, вот еще капиталы Марса, два понятия. Есть реальный капитал, есть фиктивный капитал. Реальный капитал, это какой капитал? Воплощенные средства производства. Реальный капитал, а фиктивный капитал. Это ценные, всякого рода ценные бумаги, которые отражают, вот этот реальный капитал. И, конечно, современная стадия капитализма, она дает нам огромную массу вот этих вот, как сказал бы Владимир Владимирович Ленин, гений финансовых проделок. Вот здесь вот творят, что хотят. Но все-таки, как капиталистам обеспечить постоянный рост капитала? Пускай обеспечивают, как хотят. Производство. У нас другая забота. Вот забота у нас, чтобы рабочий класс. Кстати, вот я могу вернуться, я согласен. Вот у нас в стране все-таки, но если мы не должны быть обеспокоены, но как-то должны быть заинтересованы в том, каким путем российский скампитал обеспечивают себе прибыли, исходя из своих интересов, а именно, какая единственная материальная, так сказать, сила, способность совершить переворот капитализма? Это рабочий класс. Так ведь? Вспомните, вы должны были отвечать на вопросы исторической тенденции капиталистического накопления. Понятно, что он самостоятельно не сделал, он должен быть в союзе, с другими трудящими, но все-таки он ядро, вот та материальная сила, которая способна сделать этот переворот. Значит, поэтому первый, самый простой ответ, для того, чтобы он это сделал, что он должен быть? Быть в наличии, да? Если нет рабочего класса, я думаю, вряд ли в какой-то стране будет рабочий класс. Ну вот я долгое время прожил в городе Великий Новгород, знаете, да, такой, раньше был центр Новгородской области, Новгород-на-Волхове, ну вот, годы реставрации капитализма перемнали в Великий Новгород. Это был центр, там был химкомбинат, он остался, единственное предприятие, а так это был центр электронной промышленности, как сейчас бы сказали, кластер, там было порядка 8-9 заводов. Вот я периодически бываю, от них остались, что называется, рожки да ножки. Вот по центру города, когда поедете, по большой Санкт-Петербургской улице, если будете там в гостях, да, улица, бывшая Ленинградская, вот было объединение Волна. Оно производило видеоаппаратуру. И они гордились, у них был сегодня большой институт научно-исследовательский, музей, они гордились тем, что их аппараты, телекамеры, стояли на Байконуре, отслеживали пуски ракет в 60-70-е годы. Его нету, оно уничтожено. На его месте теперь, ну, можете догадаться, да, ТРК, торговля, развлекательный, центр торговли. Какой социальный состав тех, кто там работает? Это парни, мужчины-охранники, девушки-продавщицы, рабочих там нет. Завод конденсаторов, полностью разрушен, там в аренду сдают помещение, какие-то, биржи и прочее, прочее. Завод Планета, он единственное осталось, разбился на маленькие предприятия, малые предприятия до 50 человек. Там Планета Сид, Планета Эликс и так далее. Квант только живет, Квант, может вы знаете, такие телевизоры Садко были. Ну вот застали, да, все, конечно, забыли, но военное производство осталось, человек там 200-300 рабочих. Поэтому как вот, нет рабочего класса, так и как вот, кому совершать переворот. Поэтому, конечно, нам не безразлично, как российские капиталисты будут обеспечивать прибыли. И мы объективно заинтересованы в том, чтобы они не разрушали заводы, не резали, на металллом не сдавали, не возили все туда, за рубеж. А строили новые заводы, повышали производительность труда. Если построит он завод, понятно, там будет эксплуатировать рабочий класс, но он хоть появится, рабочий класс, с кем можно будет работать. Так, давайте дальше. Производство – это преобразование ресурсов, отобранных у природы в товары. Ну, не в товары, причем производство и первобытной общины, и первобытной общины в строе было, и при рабовладении. Поэтому товары только в капиталистическом производстве. Но эти ресурсы не безграничны, и капитал убивает в прямом смысле планету. Работая на китайских заводах, я видел, какой хлам, и в каких несметных количествах американцы заказывают всякий хлам. Например, очки со светодиодами, моргающие в такт музыки. При мне делали заказ, примерно 200 тысяч штук. Вопрос, остановится ли капитал сам, или его надо остановить, чтобы окончательно не разрушить планету? Если его надо остановить, то кто сможет это сделать? Ну, я же ответил на вопрос. Это правильный вопрос задан. Конечно, капитализм хищнически относится и к экологии, и все, и к тому прочим. Остановится ли он сам? Ну, конечно, не сам. А кто его должен остановить? Рабочий класс. Себестоимости люди. Капиталист постоянно стремится снизить себестоимость ради увеличения прибыли. В этом ему помогает научный прогресс. Автоматизация производства постепенно вытесняет людей с производства. Этих людей увольняют, и они оказываются на улице без средств существования. Также капиталисты вводят контроль численности населения с тенденцией элиминации лишних людей. Вопрос. Товары покупают люди, а их численность снижается. Ну, во всяком случае, есть такая тенденция. Кто в таком случае будет покупать произведенные товары? Оставшиеся в живых. Что здесь ответить? Ну, правильно, Максим поднимает вопрос, что рост производительности труда. Два пути. Вот развилка. Вот при социализме и правильно организованной социалистической экономике. Куда оно идет? На сокращение рабочего дня. А как при капитализме, как у нас? Вот тот капиталист, конечно, совершенно верно. У них в головах нету, что они тоже могут сократить. Могут на стране сократить рабочий день? Хотя бы на тех предприятиях, где идет рост производительности труда. Могут, не хотят. Они другого говорят, давайте 60 часов сделаем рабочую неделю. Вот уровень, так сказать, мозгов, так называемых, передовых наших капиталистов. То есть опрос правильный. Отчасти людей снижаясь. Ну, не знаю, население вроде как растет. Вот они и будут покупать, оставшись живешь, покупать товары. Так, Виталий Павлович Гиль, я бы поспорил с его заявлением, он отвечал на вопрос о рабочий день при капитализме, необходимый прибавочный труд. Капиталист старается максимально увеличить прибавочный труд в своих интересах, эксплуатируя таким образом рабочего. Правильно? Правильно. Рабочий же, используя рабочее время для себя, обкрадывает капиталисты. Ну, это что-то непонятно. Ну, я понимаю, когда рабочий стащил деталь какую-то, украл, да, он обокрал капиталиста. А здесь какой? Как же он обокрал? Он на него наработал. Он создал ему? Он продал, спасал, дочек, 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 дочек. В какой главе капитала говорится о соотношении труда условного рабочего на заводе и условных работников государственных правоохранительных органов? Ну, непосредственно такого нет, конечно. Ну, может быть, здесь речь идет о соотношении все-таки производительного труда, а не производительного, о чем мы скользь на прошлом занятии рассказывали. Имеет ли место прибавочный труд у работников правоохранительных органов? Являются ли они пролетариями с учетом определения? Являются ли они пролетариями? Ну, если под пролетарием принимать человека, который, скажем, ничего не имеет, кроме своей рабочей силы, да? На свободе. Не, ну есть такое понятие, пролетария, такое определение? Пожалуйста, да? Сейчас даже многие говорят пролетария умственного труда. Нет, конечно, не снижение. Служащие подавления. Нет, конечно. Вот смотрите, что получается. Вот мы, конечно, не дошли до этого времени. Вот производство. Значит, у Марса есть допущение. Главное, он рассматривает, вот есть такое понятие в науке абстракцию, да? Абстрагируется от каких-то, временно абстрагируется. И, так сказать, явления, которые могут помешать, вот это, чтобы выявить основное, так сказать, направление, сущность. Он берет два класса. Класс рабочий и класс капиталистов. Вот объясняет. Это первое. Второе. Это примат производства. То есть прибавочная стоимость создается в производстве живым трудом наемных рабочих. Вот она создалась. Рабочие получили заработную плату, капиталисты прибавочную стоимость. Вот V плюс M вот это вот. V плюс M, да? V это заработная плата, M прибавочная стоимость. В рамках общества сумма заработной платы и M рабочих, и прибыль капиталистов составляет национальный доход общества. То есть произошло первичное распределение национального дохода. А дальше идет вторичное распределение национального дохода. Платятся налоги всевозможные, в том числе и заработная плата, из прибыли и прочее, прочее, прочее. Формируется государственный бюджет. Вот это вторичное распределение национального дохода, созданного наемно-рабочими производством. И уже из госбюджета вот в результате вторичного распределения, перераспределения национального дохода вот эти денежки идут на заработную плату в том числе работников правоохранительных органов, в том числе и учителям, и врачам, и милиционерам, полицейским и так далее и тому подобное. Получает ли капиталист выгоду от прибавочного труда через экономию средств, которые должны были быть выделены на увеличение штата работников? Что значит должны были быть выделены? Кем? Он решает. Конечно, экономия средств здесь, если он не будет платить заработную плату или уменьшать любыми путями, вот эта вот сумка будет увеличиваться. Понятно. Так, Козловский Алексей Михайлович, город Москва, город Эдмонтон. Так, полученную прибыль капиталист выводит из страны, потому как здесь достойного ей применения нет. В то время, как в ней ее яхты, острова, активы других предприятий, футбольные клубы и прочие, не имеющие потребительные стоимости для человека материальные и нет объекта. Что-то непонятно. Таким образом, лишние деньги внутри страны никакого влияния не оказывают, так же, как и за ее пределами. Теперь предположим, что коллективными действиями рабочие добились уравнения заработной платы с реальной стоимостью рабочей силы. При этом смены общественной информации не произошло. Заработанные деньги будут тратиться внутри страны на жилье, бытовые приборы, образование, прочее. Ну, совершенно правильно. С точки зрения даже экономик рыночных теорий, какой основной двигатель капиталистического производства? Правильно, только какой спрос уточняем. Не просто спрос. Я хочу кушать, но у меня нет денег. Это не спрос. Платежеспособный. Совершенно верно. Понятное дело, вот если зарплата увеличится, что она вся в офшор уйдет? Конечно, уйдет сюда. Правильно. Вопрос. Получив образование, дети рабочие, будут ли рабочими? А увеличенное потребление материальный благ не приведет ли к истощению ресурсов? Иными словами, какое влияние резко увеличенная денежная масса окажет на дальнейшую жизнь общества? Ну, здесь много вопросов, конечно. Получив образование, дети рабочие, будут ли рабочими? Во-первых, общая тенденция какая? Это усложнение труда. Даже у рабочих. Вот рост производительности труда. Там два фактора. Это не просто, если капиталист, повышает производительность труда. Он с одной стороны покупает станки какие-то, более производительные, более сложные. Но с другой стороны, кто-то за этими станками должен работать, рабочие. Значит, они что? Должны иметь больше образования, большую квалификацию, больше развития и так далее. Это объективный процесс. А будут ли они рабочими, это мы не знаем. Как получится? Наверное. Если капиталист будет, будет наемно рабочим. Давайте. По поводу усложнений, категорически не согласен. Поскольку сам программист, все идет к упрощению. Чем проще программы, тем меньше затрат у капиталистов на обучение новых сотрудников. Поэтому все программы, посмотрите на Apple, для дебилов сделаны. Скалки, которые сейчас читал, сделаны примерно так же. Большого сильного образования. И дальше будут просто делать свои программы. Речь не о программах, здесь что-то другого. Вот давайте, как идет развитие. Вот возьмем, простой Шахтеров. Чем заниматься? Кирками 150 лет назад. Это тяжелый физический труд. Затем на смену этим киркам что пришло? Отбойные молотки. Да более сложная техника. Более сложная. А затем что пришли? Угольный комбайн. Угольный комбайн. Ну все равно там сиди и так далее. Управляй. Наверное, придет делать к тому, что будет сидеть в кабинетике, нажимать на кнопочки наверху. Там будут работать. Все равно образование требуется. Вот работать в Киркове даже образование не нужно. И даже детский труд применялся. А сидеть на кнопочках образование все равно нужно, хоть среднее. Надо даже среднее сейчас не нужно. Но это вот зря. Так. Какое влияние резко увеличенная денежная масса окажет на дальнейшую жизнь общества? Да никакого здесь. Так. Значит, вопросы закончились. Как время бежит. Так. Я вижу тех людей, без которых программисты. Так, давайте все-таки, поскольку были вопросы, получили и работы. Я прочитаю фамилии тех, кто прислал в третьей группе. И они, естественно, получили зачеты. Чернов Михаил Эдуардович, Новый Оренгой, Кисельников Денис Игоревич, Хабаровск, Савельев Виталий Александрович, Красноярский край, Сосново-Борск, Буслаев Анастасия, Тюмень, Сыркина Надежда Александровна, город Дрезден, Германия, Бахрам Алибек Сакенович, заводской электрик, Чемкент, Бабылев Алексей Петрович, Магнитогорск, Волков Константин Юрьевич, Челябинск, Гершанник Дмитрий Николаевич, Тюмень, Монахов Владимир Андреевич, Краснодар, Давидовский Александр, Крымов Николай Николаевич, Стокгольм, Казначев Евгений Евгеньевич, Тюмень, Волосов Олег Сергеевич, Долгов Пилс, Крюков Павел Сергеевич, Москва, Корчигин Андрей Сергеевич, Москва, Виталий Мустафович Алиевич, так вот написано, Лисин Руслан Владимирович, Екатеринбург, Лужков Игорь Николаевич, Сыктывкар, Черемных Елена Владимировна, Алтайский край, Барнаул, Банчиков Артем Викторович, Таганрог, Немтинов Александр Сергеевич, Пермь, Андреев Георгий Константинович, Нью-Йорк, Волкова Катерина, Москва, Сергей Михайлович Костин, Ребрунская область, очень хороший развернутый ответ, Фистин Владислав Сергеевич, Пермь, Хугаев Давид, Санкт-Петербург, Борискин Валерий Николаевич, Барановский Максим Игоревич, Винница, Антонов Юрий Казань, Султанов Азер Вадимович, Азербайджан, Баку, Кирилл Евгеньевич, Москва, Беляев Георгий Александрович, город Озерск, Челябинская область, Котов Максим Москва, Никулин Павел Геннадьевич, город Починок, Смаринская область, Воротилин Константин Анатольевич, Кулинич Виталий Италия, Неаполь, Моторин Андрей Николаевич, Новомосковск, Тульской области, Соболев Иван Владимирович, Красногорск, Московской области, Уфимцев, город Санкт-Петербург, Шишков Олег Анатольевич, Ленинград, Шишкова Виктория, Ленинград, очень развернутый, хороший ответ, Силантьев Денис Владимирович, Москва, Воронин Алексей Леонидович, Москва, и Вартанин Игорь Жубенович, Москва. Правильные ответы, за исключением ряда товарищей, порядка 10 человек, которые споткнулись на уже известном вопросе по основному экономическому закону капитализма. Зачетно? Совсем зачетно. Естественно. Они дали нам повод вообще пообсудить этот вопрос. Я, наверное, неправильно поступил, все говорил, говорил, не дал вам выступить по ответу. Простите мне. Давайте. Ну, конечно. Значит, поступило вчера порядка 60 работ, я их не успел распечатать, вот фамилии на двух листах, но посмотрел в электронном виде. Дай им зачет. Валерий Александрович обрадовал меня сегодня перед занятием, настроение хотел поднять, еще порядка 80 работ, да? Ну, это радует, это радует, конечно. Какие у вас вопросы? Поясните, пожалуйста, по поводу производительного, непроизводительного и опостредованного и непосредственного труда. Я так понимаю, что производительный труб может быть непосредственный и опосредованный, а непроизводительныйそれ что такое? Значит, есть четкий критерий и определение, что такое производительный труд. То есть производительный труд – это труд, непосредственным результатом которого является продукт, либо энергия, либо перемещение продукта и энергии. Первый – непосредственный. То есть между человеком, который производит этот продукт, никаких других людей уже нет. Вот если, скажем, вот вы стоите за санком, делаете продукт, у вас труд производительный. А если вы даете команду мне, а я делаю, то у вас труд непроизводительный. Нет, он непроизводительный. То есть еще раз, производительный труд – это труд, непосредственным результатом которого является и дальше. То есть непосредственный – это синоним производительный, да? Значит, здесь не надо возмущаться, вот некоторые возмущаются и думают, что если попал твой труд, попал в категорию непроизводительный, значит что-то плохо. Вот труд врача – непроизводительный. А он важный труд? Важный. Ну в таком случае я говорю, ну возьмите, давайте другой критерий придумайте. Придумайте труд важный и очень важный. Труд врача очень важный. Я не спорю, вот туда включить. Труд учителя очень важный. То есть речь идет о том, да, есть понятие еще услуга. Вот одно дело, когда производим материальные блага, другое дело, когда услуги. Вот я чем занимаюсь? Обрабатываю вашу голову. Там языком своим. Услуга. Придете в парикмахерскую, вам подстригут эту услугу. Это совсем другое. Вот даже такой маленький пример. Вот пилот, мы говорили об этом, да, самолета, у него производительный труд или нет? А пилотов в курсе? Вот. И много можно таких. Есть пограничное состояние. Вот вы пришли в магазин, и сейчас, правда, все упаковано, но раньше было. Приходишь в магазин и просишь 200 грамм колбаски. Вот продавец, у него производительный труд или нет? Когда режут. Когда режут. А у вас, по-своему, такой? Хорошо. Агонистов тогда, получается, вообще никто, да? Вот вы эти вот, я специально вам говорил, что не надо бежать. Ведите другой критерий. Конструктор еще хуже вас. Вот конструктор, вот видите. Но если я чертеж, вот выпустил чертеж, это считается материальным? Нет? Нет, конечно же. Нет. Давайте мы для вас введем такую категорию. Важный труд и очень важный. Вот дети чертежи очень важны. Особо. Особо важны, да. Общественно полезный труд, высокая квалификация. Принимается, да? Ну не произойдите. Так, ну что, еще вопросы есть? Да, есть. Давайте. По поводу потребностей, вот скажите, как заставить всех хрустей, например, иметь одинаковые потребности? Потому что все хотят жить на хрестовском мозге, и все хотят потребности. Нет, никак. Потребность, хорошо. У меня большая семья. Заставить никак нельзя. Ну как можно заставить? Никак. У меня потребность жить там, я не знаю, рядом, с аттракционами, в красивом месте, где хороший вид кушать. Рассказываю, как этот вопрос решался при социализме. Вот два примера приведу. Так вот, когда, вы меня извините, уже третий раз, но это показательно. Когда дошла очередь до получения квартиры, пригласили нас в отдел по учету распределения жилья, и были такие понятия, смотровые ордера. Вот вы даже помните. А нам дали три смотровых ордера в трех разных районах города квартиры. Две были в панельке, одна в кирпичке. В панельках побольше площади, 54 метра. Кирпички 48, но зато кирпичный дом. Мы выбирали, и мы выбрали. Вы выбрали в панельке, седьмой этаж, с видом, шикарным видом на озеро, на лес и так далее. Значит, вот это первый можете. Второй, первый этаж или последний? Вот было массовое явление, что когда подходила очередь, ну и в бюджетной организации работали, в основном давали первые этажи. Можно было отказаться, кто-то, да и подождать годик. И чтобы получить на другом этаже. Вот это первое, сказать, основное. Второй путем был обмен жилья, вы знаете, пожалуйста, могли. И это уже, как говорится, выстраивались предпочтения, да? Можно было поменьше квартиру в центре города менять на большую, там, да, украину. Площадь, то есть она, она, вот, не меняется. Как-то не меняется. Ну вот так, вот Санкт-Петербург, он, ну, конечно, нет. Центр, он не изменится в каких-то обстоятельствах, а количество людей, у которых есть потребность, она постоянно растет. Вот они решают мы с собой. В этих пробках, хорошо. Так, ладно, еще вопросы. Островы из Христовского, там, не знаю, на острове и все. Ну, значит, все не смогут жить на Крестовском острове. Так, вопрос еще, давайте. Или, одна минута осталась. Можно еще вопрос? Да. А что произойдет с производительным трудом на полностью автоматизированном производстве? Он останется. Вот, я же проводил пример. Вот, я надеюсь, что придумают такие угольные комбайны, когда не будет в шахтах людей, не будет жертв, а будет сидеть, вот как вот мы, в кабинете, нажимать на кнопочки. Но если перед ним и дальше нет никого, это его труд производительный. Нет, просто вопрос. Дело не в том, что нажимаешь кнопочку. Тех, все-таки, кто разрабатывает продукт, или тех, кто, например, эксплуатирует эти продукты? Вот еще раз повторяю, есть классическое научное понятие, критерий производительного труда. Это труд человека, непосредственным результатом которого является продукт. Вот если я сижу, нажимаю на кнопочки, а там станок сам работает, и выходит продукт, труд производительный. Если я рисую чертеж, нажимаю на кнопочки, затем уже там дальше и так далее, и программу пишу, труд непосредственным. Ну, повторяю, очень важно. А вот, помогли бы в подсчетчике выделять определение, чтобы можно было успеть записывать, а то не всегда получается. Значит, вот хороший вопрос, на который отвечу так. Так, значит, задача наших занятий не дать вам определение, хотя это нужно, а как-то побудить вас интерес к самостоятельному изучению марксизма. Пожалуйста, капитал Маркса, собрание сочинений Ленина, труды наших советских выдающихся экономистов, о которых я, скажем, говорил. Пожалуйста, вот это дело. Мы можем вам только подсказать. Ну, а часть определений давал некоторые дважды, трижды основные. Да, и ролики же выходят. А, пожалуйста, да. Вот вчера я, поскольку проверял вот эти работы, я, к сожалению, не посетил кружок Нокологии. Но обязуюсь посмотреть, причем это дело неоднократно. Вам так же рекомендую. Пошли по каждому вторнику будут? Нет. Так, давайте заканчивать. Все, до свидания. Спасибо. Продолжение следует...